Вчера найден солдат, при котором был обнаружен медальон стандартного образца. Солдат нашел Сергей Дорошкин, а медальон Тимур Кутяев. Мы его запаковали в грунт, в той же влажности, дождались утра, нормального освещения. И сейчас Тимур Сергеевич принесет отмытый от грунта медальон. Ну, будем надеяться, что наш очередной солдат Красной Армии вернется с того света. И обретет утрачено 76 лет назад на поле боя имя. Осколочек попал в крышку медальона. Крышка немножко треснутая, но часто это не мешает сохранности бланка. Поехали. Увы. То, что здесь есть, бумагой не называть. Какого есть сильный фонарик здесь? Фонарь есть у кого? Фонарь есть у кого есть. Фонарь с телефона может светонуть, он достаточно сильный. Просто внутрь глянуть. Да, братцы, бумаги там нет, видно дно. Ну, бумага была, она и слева. Видно дно, любой может увидеть. Солдат ушел. А вот это вот с краю, что это бумага, да? Это остатчик, да. Остатчик бумаги, что там было. Пожар, видимо, его убил. Из раз, два, три, четыре, четырех абонитовых медальонов раскрученным и прочтенным оказался только один. Не буду я вытаскивать оттуда ничего. Крышка, если часто раскручивать, рассыплется. Не имею в виду, перед твое. К сожалению, это... Полка, которая пропала, попала. Дело не в воде, скорее всего, пожар. Пожар? Да. Состояние вкладыша там внутри, состояние того, что когда-то было бумагой, говорит о том, что было термическое воздействие. Пожар? Ну, мы доставали, там же было горелое, помните, горелое дерево, мы доставали. Там пожар был. И серый-серый грунт. Да, да. Это пепел. Угрья много было очень. Увы. Не судьба. Ничего. С пользой случаем, хотим передать привет всему земному шару и всему народу живущему на ней. Город Кряж, ждем. Будем жить. Город Кряж, ждем. Город Кряж. Великобритания и Краснодарские районы! Будьте все здоровы и счастливы! Живите долго! 3 мая 2018 года. Мы вновь на месте гибели солдат 857 стрелкового полка. Нашли гранаты на этом месте, куски противогаза и патроны. Осколки в белом груди прошли. Прямо в белом груди. Камеш или осколок? Похоже на камень? Осколок. Еще он железо какой-то. Кранаты РГД-33. Куски противогаза. Ну-хау. Подаренным секатором Серега сечет сухие ветки. Кадр называется «Мальчикам понравился секатор». Игорь Иванович, по предположениям здесь должен быть боец, да? Да. Противогаз, две гранаты, патроны. На краю этой вороночки, маленькой вороночки, мы нашли противогаз, банку от него, лопатку. И вот сейчас только что достали маску противогаза с другого края вороночки. Ищем, ищем, поищем, но никак не можем нащупать останки воина. Рядочком в метре лежала граната РГД-33. Обманывают осмоленые корни, выдавая такой же звук, как кость человеческая. Мы много чего нашли рядом. Гранаты эти я уже показывал. А вот расстояние от них до вновь выявленного места. Видите, совсем чуть. И вот таких подсказок из личных предметов амуниции и вооружения довольно много. Но бойца или бойцов так пока мы и не нашли. И вот щупим, 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 ходим с минником, зацепляем какое-то железо, вытаскиваем. Но, но, но пока без людей, без находок людей. Ну что, мырни. Сигнал металлоискателя на какую-то мелкую вещь привел к тому, что начал щупить здесь и совсем рядом. Прям наткнулся на валенок. Вот он. А потом дальше, видите, второй или тот же валенок или второй рядышком. Вот там, вот здесь звучит металл. Мы пока еще не вскрыли это место. Сейчас развернем. Возможно, тут, вот тут лежит боец. Опа, опа, у Сереги сильнейший сигнал. Так, 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 так. Вань, нет. Пусть Дима пощупает. А контур, да. Вот центр примерно. Дима, давай. Сначала щупом выявляется массивность и объемность объекта и границы его. И только потом, руками, сначала скобами, потом руками, пробуем, пробуем сам объект. Убирай, убирай миник. Вот он, вот она. Вот она. Стороночку вязала. А он всегда в сторонке показывает. Не дергай. Кусок снаряда, понятно. Большой, здоровенный осколок. Но именно осколок снаряда. Вот здесь, вот еще. Угу. Угу. Вижу. 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 Дима, пощупай там. Отбегай. Либо вот тут на задник, либо на передник там. Где у дьяволки там? Угу. 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 А не на себя или ты всегда вил, Серега? Да. Ну, дай миник. У меня нет металла. У меня. Ну, подойди прямо туда, туда. Подойди прямо. Свистни там. Есть, есть, есть. Металл есть. Да, точно. Везде нет. Там, там. Да. Там, там, да. Вот он. Не, к себе. Чего-то мелкий был. Пошел? Кстати, смертный масло, посол. Это может быть не масло, это окислы от корней. Да, мы продолжаем раскол. Правильно? Да. А вот и Дима нашел металл. Опа. Дима, вот это же. Ну, пожалуйста. Выпиши. А? Выпиши. Выпиши. А? Выпиши. Вот, может, сюда потом. Вот, к этому. Давай, вот туда его откуси. Угу. И подать сюда надо было. Ну, это фоновый сигнал, Серега. Вот это вот фон, что ли? Да? Ну, это ты просто к земле приближаешь. Это не сигнал объекта. Не дается, да, мелочь? Да, вот так кинем. О! Похоже на осколочек или на гранату. Да, пока не вытаскивайте, все, все оставляйте там. Кружка. Кружка. Боец. Боец. Боец точно. Сто процентов, может быть, не один. Долго она нам не давалась. И на миник, и на щуп, и на руку. Долго она не давалась. Пробил щупом. Видишь? Вон, в двух местах, Дима, под ручкой. Видишь? Не зря я кадр не выключал. Длинный кадр получился, не зря держал это все. Вот это уже сто процентов, что боец. Валенки, кружечка. Уже косточки пошли? Ага, ну вот. Вань, сейчас очень просто. Клади щуп. Сейчас возьмешь скобу чего-нибудь и постепенно, потихонечку. Очищаем грунт, убираем корни и начинаем скрывать грунт. Косточки, боевые топорчики, да? Ну, ну, давайте все вместе просто попробуем, давайте разворачивайте. Проволоку обвязал, да? Где? Вот так. Ага. Пометим. Покажи ее на руке, поставь. На руку поставь. Не ищем. Не ищем. Дна нет, а не затавим. Поверни ее. Скорее всего, Лысинский завод делал. Посмотри наоборот. Лысинский? Да, Лысинский на Урале. Лысева? Лысева, да. Он делал кружки и каски. Каски делает до сих пор. В чем чуть не единственный завод, который делает каски. Лысинский завод. Бору не делает. Лысинский завод. Вверх и внутрь выдавливаем туду. что пакет и п.п. остаточек вот так вот приходится иногда действовать и так ведер у нас с собой нет мы выкопали опережающую яму олега дальше дальше сколько можно ну и придется обходиться подручными средствами то есть той же лопатой которую выкопали яму отчерпаем воду по крайней мере отбрасываем олега попробуй еще дальше сколько возможно во во чтобы она не сбегала обратно ну хоть как-то осушим раскоп вот эта вода вся сбежала с раскопа поэтому нам полегче опа я ведь не прекращал снимать костяная костяная возможно подпись будет давай возможно подписано сейчас мы ее выт вытрем аккуратно и посмотрим да Наташа Валерьевна помой ну быстрее голову вытаскивай в кадр помой почисти здесь кусочки черепа да Дима ну да 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 внутренняя часть черепа в смысле поверхность а так то косточка именно от него молодца смотрим на бриту а я сейчас высушу и посмотрю Наташа зарабатывает конфетку ну чем не кони это которая в избу войдет да Наташа соответственно стесняюсь сказать лучше не говорите габаритом я выдам тебе специальную лопатку специальную конфетку да нет ошиблась сейчас я ее сниму снимаю специальную конфетку не прекращая кадра поворачиваюсь к Наташи Валерьевне и снимаю ее удивленное восторженное и можно сказать даже вожделенное лицо она крутая даже не ожидала такой конфетки можно занычить можно съесть а не занычить занычил то я занычил я в рукав а тебе надо съесть ну поделись с товарищами вот я и говорю я сейчас занычила на биваке на биваке еще другие едоловы есть здесь нету надо людей подкрепить надо подкрепить людей давай каждому по чуть-чуть по-братски да по сестрински давай 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 подкрепление личного состава спасибо ребеночек пять секунд вот кто как работает тот подъезд конечно давай шинель да в рукаве шинели да предплечье по всей видимости да это кость в такой болоте стопочек что-то не осталось вот валенки как лежат вот так лежал боец видите голенище в эту сторону там поднят ремень граната бритва и рука да а ушки поехали малая механизация я бы даже сказал сибиризация александризация хватит ненадолго лопаты явно прочнее да да коробка кончилась то есть размокла то есть кюрдык там еще 4 уголка есть ой да какой молодец все кончито пинга ванна нашла деревянную ложку написано написано по не нашему не написано это рисунок такой цветочек что ли вот так вот медальон медальон а я думаю что она смотрит то на меня я думал она смотрит на меня из-за того что я назвал Инга Ивановна она стоит и ждет когда на нее поглядят кто увидел она жонка третий медальон вот так вот молодец боец молодец жонка еще раз я ведь не прекращал снимать муж нашел ну вот боец возможно ему тоже повезет в мокром грунте лежал возможно будет сохран да давайте в мешочек дай бог думает что стоит смотрит то на меня очень улыбается да молодец вот так оно бывает возможно родственники солдата увидят этот кадр воочию неподстроенный неподдельный реальный поясница ровненько в пояснице там же ложка ложку куда положить остатки туда же ложки тоже да и машинелка да до места хожены перехожены чтобы вот так найти чтобы компактно такое количество бойцов и чтобы у них было такое количество медальонов это конечно из-за разряда редкостей поисковых отрядов здесь нет здесь сравнительно немного людей ходит но девятый боец шестой медальон это редчайшее событие не не первый в этом году я говорю у меня третий вообще у меня два первых прочитались цехмейстер Николай Дмитриевич а второй не помню не чумакин он как-то смирнов был один цехмейстер Николай Дмитриевич в Тверской области нашли где родственников нашли медальон еще раз бу молодец бу еще раз в гранат в зуб б в с в с в в взгляни Сань, как ты снимешь валенок в 40 метрах от пулемета? Нет, здесь понятно. Я, кстати, читал, что своей шерсти не было, что шерсть везли чуть ли не из-за рана на валенке, поэтому дефицит был и руки, и валенки всегда старались снять, если не могут. Что-то, Иван, не слышал про это, как специалист, рады, нет? Сказать, что все предприятия на грани банкротства, закрытия, ярославская фабрика, одна из крупнейших, имела оборонзаказ на валенке, а сейчас они на металл шерсть мыли сами, ну это часть производства валенок, мойка шерсти, сейчас они на металл порезали и не занимаются этим, это не рентабельно. Я в январе ездил, изучал по России все предприятия, которые работают, валенки ставят. Не выгодно, не рентабельно. Слушай, тебе надо вот это прокурорное делать. А у нас есть стопор? Ничего. Спорт, там дизайн работают, молодцы девчонки в этом плане. Иван, положу это. А в России, в Сибири вообще ни одного предприятия нету. Наша мастерская единственная, кто катает в Новосибирской области валенки. И как вообще начал валенки заниматься? Три года ездил сначала по России, изучал это. Что заняться? Нет, именно как валенки катают везде. В Чувашию. Почему валенки? Почему валенки? Идея откуда взялась? Вокруг Удмуртки давно объехал, а в Удмуртки не доехал, да? Ну у Удмуртов я учился валенки тоже катать, но не в самой Удмуртки. Серега, возгордись. Интересно, как идея эта? Возгордился? Нет, национальная. Национальная идея. Национальная? Всегда мечтал чем-то заниматься полезным для людей. Ну а чем полезным, если он не национальный? Конечно, а здесь так обернулся все это дело, что еще оно социально несет значимое социальное. Что инвалиды и ребятишек обучать. Да. Ну и полезная вещь, конечно. Если кровообращения нет в ногах, ты никакими таблетками и лекарствами не поднимешь. Никакими. Не изобрели и не изобретут средства, которые кровь заставляет гонять. И из вен по артериям. А живая шерсть, она из токоновиков этим занимается. Что себе. Дело это хорошее. Иван говорил к нему, от Кончаловского приезжали, да, снимали? Да. Кончаловский фильм заказал в этом году. Приезжали в ЛГТРК. Ребята. Снимали. Недели что-то. А он у меня есть только на флешке, по-моему, с того даже. Ну по секрету. Сказали пока он не выйдет. Не надо никуда, чтобы не ушел. Не, у нас только три сайта. Вы больше никуда. Здесь столько свидетелей теперь. Теперь уже придется показать. Достали мы из раскопа валенок. Воскрыли его и вот такая картина представилась. Нога в носке полностью. Да. Настоящий плесковик. Даже когда он вечером у костра устал. Ну нет, он на работе. Он же может упасть, например. Да. В последний съемник. Даже когда он упадет, он все равно сможет. Шансовый инструмент. То есть щуп для работы лежа. Да. И полулежа. Это как, знаете, есть автомат, а есть пистолет. Всегда при себе. В любой ситуации. Для короткого боя. Для короткого боя. Для короткой дистанции. Именно вытянуть свою руку. Ну я дополню его предназначение. Фантазии уже у нас много. Да. Дополню. Когда ты будешь добивать врага и у тебя останется сил только на то, чтобы шмякнуть один раз. Да. Вот оно. Дотянись до этой штуки и мочкани его. Ну сам знаешь. Куда попросит. Конечно его. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Несмотря на все усилия, день наш закончился находкой только одного бойца. Бойца с медальоном. Завтра его прочтем. Возможно узнаем имя. А пока-пока. Голос-Марий. Бонзорья. Голос-Мария. Бонзорья. Голос-Мария. Белая армия плотно, Разбиваясь от народа, Но на чем последний раз? Шли лети эскадроны При Амурский партизан. Шли лети эскадроны При Амурский партизан. Этих дней нет слов, нет слова, Ни помех нет ни города. Партизанские отряды Занимали города. Партизанские отряды Занимали города. Отряд! Стой! Налее! Во! 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 Чарочка моя Серебряная На золотом блюдечке Поставленная Кому чару пить, Кому здраву быть Пить чару Всем-всем-всем-всем На здоровье, на здоровье Всем-всем-всем Кто ни лес, ни трава Расстилаются Наши буйные головки Преклоняются За ваши дела Прокричим Ура! 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 Игорь Иванович Игорь Иванович Белую, али красную Ваша чарочка Энта Ну чё вкусно, чарочка Ну чё хороша Пей не спеша А вам, ребятушки, чарочка другая Ныне сыскала я в лесу Не гриб, не патрон А ну-ка старинный рецепт Ой, хорошо Куды спрятала, не помню Куды бабы чё прячут, то не помните? Помню, я не рассказывала Куды? Ой, точно вспомнила Куды? Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка Вот он, рецепт тут Рецепт старинный Как сделать напиток винный Значит, вам, ребятушки Насыпала я вам, значит, это Черемши Ну-ка, неделю путейте Так это чтобы на башках то не завелось То не завелись ваших вши Значит, далее я вам это Положила туда лопух Это для мальчиков, чтобы этот у вас Как его там называют? Неопух Неопух Вот Значит, девчонкам для вас смородины лист Ну, мало ли чего Так это чтобы не завелся в организме глист Вот Потом, значит, я добавила бруснику Чтоб ваши головы были светлые А светлыми, а не дикой Значит, мяты, мяты Посыпала я туда ещё мяты Чтоб, значит, вот с сегодняшнего дня Серёга Сразу, вот прям с сегодняшнего И до самой смерти вы все были богаты Вот Ну, значит, и что мы посоветовались Не я одна Поверьте, я тут ни при чём Но так советом решили и всё-таки Положили цветки ромашки То ли это далеко, так чтобы это В попе не застряли какашки Ну, а если быть серьёзной, значит Наклала я ещё туда, значит, поклала чабрец Чтоб каждый из вас был молодец И нашёл по медальону Ну и, конечно, Серёга-то говорит Положи-ка ты, Митриевна, им ещё зверу бой Чтобы с песней смелее Каждый из вас с врагами вступал в бой Ой Братыньку по кругу! Ура! 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 Освободите ещё руки Да, всем понемножку Не потребно Потом Аккуратно не Аккуратно не Серёжа, главное помни про ромашку Спасибо Я всегда помню про ромашку Давай Про ромашку Про ромашку Про ромашку из ремашки Там мальчики Да, первый круг, потом второй Аккуратно Аккуратно Вы же не знаете Аккуратно Ой, как вкусняшка-то Вы же медальон при бойце нашли-то Мы уже знаем Уже что знаете? Здесь в отряде стукают Ааааа Партизанский отряд с предателем у нас Да? Ах, Бабача Валерьевна Ай ты какая А Что покраснела Что глаза Что глазёнки опустила-то, а? Это же радость Её надо было поделиться Ой, ты какая Нет, ну этой можно поделиться Ладьи-то ведь тоже колдовские, чтоб не покинули вас силы Ну-ка Нет Андрюха не подведи Ромашки побольше отпусти Ну, милости просим в хату Будем вас кормить, ребята Спасибо Спасибо Ура Ура Давайте сюда Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал